Привет всем любителям настольных игр. Здравствуйте. У нас вторая серия. Мы продолжаем играть в настольную игру под названием Звездные войны и восстание. Локализация от компании Хобби-Ворд на русском языке. Наталья, ну что, начинаем мы с фазы назначения. Назначаю я. Ты всегда не спеши, назначаю я. У меня есть какие-то планы. Не знаю сможешь ты помешать или нет. Вот эту вот картинку. Так и какой тут требуется? Хорошо бы мне отправить сюда вот эту девчонку. Вот эту карточку пойдет у меня на это задание Эрикан. Генерал. Ну еще наверное сразу вот так вот отправлю. Одну оставлю. Все, хватит. Наталья, давай теперь ты. Ты смотри, у меня осталась только одна девчонка Лея. Она, конечно, у меня способная. Тебе так легче, когда ты в сторону вверх кладешь карты. Ну вот мне, да, я не знаю. Я забываю, потому что много столько информации. Ладно, я хоть и, блин, в очках все равно не вижу, что у тебя там нарисовано и не смотрю. Назначила. Все? Назначила? А, да, ты ж первый. А этого ты на кого? Ну-ка прочитай. А это как назначение. А ты должна в фазе назначения называть его. Да, назначение. Поместите этого командира в любую систему, содержащую имперский отряд. Ага. Игрок альянса должен сказать, находится ли база по станциям в этом регионе. А, ну хорошо. Там где имперские отряды. Я бы как первая это или ты первый сначала ходишь? Ты первый. А у меня нету такой карточки. Ты, ну, разыгрывай ее. Ну вот я хочу. Фазу назначения. Вот здесь имперский отряд. Наталья, в этом регионе у меня нет базы. Слушай, ну у тебя это, блин, хорошо, что она одноразовая. Местные слухи говорят тебе о том, под названием местные слухи, что здесь меня можешь не искать. А я подумала, потому что у тебя здесь две лояльности. Ну, как бы лояльность это одно. Все, переходим в следующую фазу командования. Отправляйтесь. Заключить союз. Ну, часто я эту карточку разыгрываю. Отправляйтесь на задание в любую густонаселенную систему. Если в этой системе есть повстанческие отряды, бросьте два дополнительных кубика. При успехе ваша лояльность в этой системе увеличится на один. Ты можешь мне противостоять. У тебя остался вон один. Вот. Один, самый главный, лейдер твой. Угу. Я бросать буду три кубика. Ну, давай. А ты два. У кого больше успеха? Ну, двигаться не буду. Я же его на движение. Ну, ладно. Давай. У кого больше успеха, что ты победил? У меня один успех. И у тебя один успех. Что, не что? Наталья, как бы и ты сопротивляешься. Ну, у меня есть колечко от робота. Ну-ка, давай вспомним, что она дает. С3ПО. Когда вы проваливаете дипломатическое задание в системе С3ПО, сбросьте это кольцо, чтобы вместо провала задание закончилось успехом. Я, конечно, колечко это сбрасываю, но у меня успех. Угу. А успех, это ко мне становится лояльная система. А. Где, блин, где мои значки? А, 3 лояльная. Четвертая и ты победное очко, да? Ну, если у меня есть такая карта. 4 лояльных. А. Ты можешь что-то сделать с этим. А, ты уже не сможешь их сюда переместить. Потому что у тебя командиров в поле не осталось. Хорошо, ходи. У тебя командиров в поле не осталось. Вот ты молодец, ты секешь мои все эти, блин, зря я тебе давал эти цели читать. Я тебе противостою, да. Так ты, конечно. Ну, вот отсюда уходить нельзя. А отсюда у тебя уходить тоже нельзя. Туда вот буду уходить. Потому что здесь командир. Тяжеловато тебе будет получить не одну победную очко. Выполните задание в любой имперской системе, имеющей синий квадратик символ ресурса. Ну, вот это здесь у меня. Опять. Переместите один супер разрушитель на третье деление очереди производства. У тебя еще один остался? Блин, ты вооружаешься. И сбрасывай эту карту. Сбрасывай. А, это же да. Наши одноразовые. Нет. Ой, сюда. У нас проектов по низ колоде проектов. Это крутая карточка. Что ты там наполнял? Ну, вот этих ребят, наверное, запулю. Тебе сопротивлять не можешь. Саботаж. Тут играет у нас навы кулачок, где нарисован кулачок. А я тебе не могу. Отправляйтесь на задание в любую густонаселенную систему. При успехе поместите в эту систему жетон саботажа. Жетон препятствует производству и дислокации отрядов в этой системе. Блин, а вот сюда и запулю. Что ты тут мне тут хочешь? Творить. А что ты? Ты мне никак противостоять не можешь. Значит, саботаж. Вот такие жетончики есть. А, оно не будет выполнять. В этой системе происходит саботаж. Значит, ресурсы не будут работать. Раз. И ты не сможешь пополнять отряды. Дислоцировать. Вот с дорожки производства сюда дислоцировать отряды. Плохо. Саботаж. И не забывай, что ко мне может попасться такая цель. Если будет три саботажа, то я как бы одну победу на очко получу. Эта карта у меня многоразовая. Ну, если да, если пойдет снимать саботаж. Ну, это не так легко сделать, потому что у тебя есть контрмеханика против этих саботажей. Так, у тебя девчонка, что там у нее? Ну, давай вот этот. Ага, это выполнить задание. Это можно оставить. А это вот отправиться на задание. И это отправиться. Ну, это давай. Отправляйтесь на задание в любую густонаселенную систему, содержащую имперский отряд. При успехе ваша лояльность в этой системе увеличится на один. Подожди, я тебе сейчас подскажу. Власть страха требует... Покажи значок, какой у тебя. Есть такой значок. Наталья, ты можешь здесь лояльность мою убрать. Видишь, под низом то есть моя лояльность. А ты можешь сейчас противостоять. Да. Она станет нейтральной. Давай туда. Увеличится на один. Ну, я, Наталья, тебе буду бороться. Потому что там четыре это... Бороться. У меня отправляют сюда. Имею право теперь отправиться на помеху тебе. На помеху. И ты и я будем бросать по одному кубику. Ой, по два кубика. По два кубика. По два? Здесь уже все решит рандом. Рандом решит. Ну и черный. Правильно, она же бороться. Если ты считаешь, что у меня есть такая цель, цель, что в одном регионе все с этим лояльнее мне, мне лояльнее, ты должна бороться до последнего. Да, а то продеваю. Да, а то продеваю. У меня только два успеха. У тебя три успеха. Как такое может быть? На двух кубиках три успеха. И все, она становится нейтральной. Она молодец. Молодец, шаришь. Нейтральной или моей? Нейтральной. Плюс один только же добавляется. Плюс один. Когда плюс один с лояльностью, мой значок снимается. Лояльнее. И все, она становится нейтральной. Если бы у тебя было плюс два к лояльности, то мой бы снялся и перевернулся бы на лояльную сторону. А так он порабощенный. Порабощенный остается. Ну, а какая у тебя разница? Нет, так ну немножко, потом еще вы думаете. Так, мой ход, что я тут надумал. Хорошо, что ты туда пошел сопротивляться, мне вот как раз надо. Выполните задание в любой системе, содержащей имперский отряд. Возьмите у игрока империи четыре случайных карты зондов. Положите их наверх или под низ колодой в любом порядке, не показывая их игроку империи. Я опять у тебя четыре зонда карты возьму и положу их в колоду. Дай хоть посмотреть на поселок. Ну, давай сюда пойду. А ты мне противостоять никак не сможешь? Нет, ничем. А, тут выполните написано задание, выполните. Тебе будет родник. Слушай, такие у тебя там. Да, тебе получается труднее будет меня найти на карте. Опять зонды, видишь? У тебя четыре карты как раз. Ну, перемешай их. Натали, положи наверх. Здесь нету, здесь ты навряд ли. Наверх колоды положи, ты будешь опять их тянуть. Ну, это вообще. Нет, тебе надо распространяться по карте. Это одно. Ходи. Мои хлопцы закончили. Ну, хожу. Так, выполнить задание. Отправляйтесь на задание в любую постанческую систему. Вот сюда могу, да? В любую постанческую систему. Ты можешь сюда? При вашем успехе игрок Альянса берет 8 карт из колоды зондов. О! Он отдает вам все карты систем, содержащих имперские отряды. Затем он замешивает остальные карты в колоду. Ну, слушай, я тебе никак не могу предсостоять. Ну, да. У тебя нет. У тебя успех. Ну, что, беру 8. Так, не знали, правда, карты такие. Блин, я так обрадовался, что я опять пополнил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Карт беру, ищу, где есть твои имперские отряды. И отдаю тебе. Вот тут уже придется помучиться. Татуин. Ух ты, Татуин. А толку, что мои имперские отряды есть? Какое название? Татуин. Для чего они мне? Ну, я оттуда уйти могу только что. Где-то Татуин. Татуин, Татуин, Татуин. Татуин. Здесь. Тебя тут нет. Значит, это я назад в колоду замешаю. Дальше. Дагоба. Дагоба. Я тут... Слушай, и тебя там? Нет, Кейпто, Нимоди. Я, по идее, тебе не должен это рассказывать. Ну, так а что? Я же не буду знать. Я, по идее, тебе не должен говорить. Там ты езди или не есть. Так, как мне найти? Слушай, нигде тебя нет. Может, и не повезти. Во! Вот в бытовую ты у тебя куча здесь. Отдаю тебе. Тулку. Какая-то карта странная. Нет. Тебя здесь нет. Я тебе не буду показывать. Тебя здесь нет. Затем он замешивает остальные карты в колоду. Ведь сколько тебе только одну карту дал? Угу. Ну, не так все плохо. Не так густо. Я у тебя все оружие отобрал. Наталья, все, это сбрасывай карточку. Она, ну, как бы, поднись колоды. Она, конечно, прийти еще может к тебе на руку, но пока поднись. Ну, какая-то не понравилась она мне. Ходи. Ну, Таркин, Таркин, какой-то серьезный товарищ. Выполнит задание в любой системе лояльной империи. Выберите одно. Возьмите два карты проектов. Угу. Выберите одну из них и оставьте у себя вторую. Положите под низ колоды. Угу. Или уберите жетон саботажа из этой системы и возьмите одну карту проектов. Ну, пожалуйста. А у тебя саботаж... А, нет. А я в лояльный только. У тебя саботаж не в лояльный. Ага. А мне вот только в лояльный и... Она идет... Значит, тебе две карты. Да. А у тебя саботаж не в лояльный. Но я все равно хотела вот карту лучше взять. Вот это уставлю, а это под низ. Выбрала? Да. У тебя закончились, ребята, все твои командиры? Да. Значит, у нас переходим к фазу обновления. Она начинается, когда мы забираем своих ребят назад. Берем новые карты с заданий. Заданий сначала. Запускай дроидов, зондов. Две карты бери сверху. И познакомься, где меня нет. Карелии. Мне можете рассказывать. У меня в Карелии нет. В Дагуба. Дагуба, вот она. Она у меня уже была. Хорошая планета. Я беру новую цель. И Наталье продвигаю жетон времени. Четвертый раунд у нас. И здесь у нас будет и пополнение войск, и вербовка. Давай начнем с вербовки. Две карты бери. Две верхние карты действия. Ой-ой-ой-ой. Какие люди знакомые. Блин, я даже не знаю. Может мне взять Чубаку? Ну как же без Чубаки? Беру Чубаку. И вот эту вот карту. Эту у меня есть. Чубака должен быть в компании. И тут написано немедленно. Прикрепите кольцо сокола к этому командиру. После того, как ваше задание в системе соколов закончится успехом, сбросьте это кольцо, чтобы спасти одного захваченного командира в этой системе. О, как хорошо. Будешь спасать? Где кольцо сокола? Это космический корабль, на котором летали Чубака, скорее всего. И где он у меня еще? И Хан Соло. Хорошо. Надеваем это колечко на Чубаку. Так, у меня появился шанс это не забыть, спасти моего товарища, который Джендадо. Наталья, кого выбрала ты себе? А вот это вы, в шлеме. Уничтожьте в этой системе одно сооружение по вашему выбору. Начало боя. Это когда будем в бою, я одно сооружение уничтожу. А, ну, сражение мне еще надо построить. Ну, да, как бы. Хорошо, не забывай про это. Это трасса. Если в этой игре сооружение, это генератор щита и ионная пушка. Но со своими способностями играть за альянс, я, наверное, не доберусь до строительства этих сооружений. Но пока и так интересно играть. А этого не интересно играть, со сон у меня не вышел. Наталья, я боюсь начинать производство с твоим распространением, но нам придется это пройти. Нам придется пройти это все. Посмотрю, что ты там сделаешь. Подожди, не спеши. Ты уже назначила кого-то? Это я назначила, это однозначно. Это такая крутая карта. Ты даже уже однозначно, а ты тоже назначил. Да. Хорошо. Ладно, давай, получай здесь желтенький кружочек. Это у тебя АТСТ, робот с ножками. АТСТ. И появляется он на первом делении производства. Дальше идем в эту систему. А, подожди, ты тут не производишь, Наталья. Здесь саботаж, отдай назад робота. Саботаж. В этой системе ничего не происходит. Вот здесь два. Саботаж. Не работает. Здесь два треугольничка. Семельничек. Ну, штурмовик твой и истребитель. Твой сит истребитель. А на что, на единичку? Да, на единичку они тебе сейчас в руку придут. Идем сюда. Дальше. Кругленький. АТСТ роботик на первое деление ставим. Все-таки он появился. Здесь обычный штурмовик. Человечек на первое деление. Ой, подожди, а что я схватила? Человечка должна была схватить. Дальше. Здесь еще один человечек появляется. На единичку? Да, на единичку. Раз человечек. Здесь у тебя что, это уже закопано. Да. Получается, один человечек штурмовик. И здоровый робот этот, АТТ. О! На второе. На второе, да. На второй шаг производства. Здесь ты не производишь, потому что здесь мои, еще два кораблика летают. Здесь у тебя один штурмовик. На единичку. Тебя отсюда вытянуть. Так, тебя всего прошли. На единичку, да? Здесь у меня появляется только один постанческий солдатик. Бедняжка. Здесь. Потом здесь я произвожу... О! Карельянский корвет. Где такие штучки. И они на двоечке появляются, к сожалению. Здесь я произвожу и человечка. Ну и давай запулем истребитель. Игрек истребитель. Игрек истребитель. Еще один человечек. И здесь еще один человечек. И здесь опять штурмовик. Не штурмовик, то есть повстанец. Вот какой истребитель взять. Давай красным, который пуляет. Красным. Все, Наталья? Дислоцируем. Дислоцируем. Бери в ручку. А, где? Все с первой ячейки. Эти спускаются. Этот мой сюда тоже спускается. Усилить мне... Ну, базу по-любому усилить придется. А это я не могу уж усилить. Давай сюда. Еще. Ну, по два штучки только в каждую, в твою лояльную систему. Ты смотри, там сильно так. Эх, нет уж у меня этих летательные надо сюда. Позащищаю здесь, наверное. Хоть какой-то бой будет, не будет. Саботаж я не могу. Да. Все, Наталья, фаза назначения. Я очень сильно. Наталья, ты меня уже не дождалась. Уже распространила. Ну, значит, давай переходим. Переходим. Одного человечка я только оставил. Ну что, будем бороться. Будем бороться. Я первый. А я могу еще добавить? Блять, что я хотел сделать? Добавить еще могу. Я же после тебя это все делаю. Ты после меня делаешь? Угу. Да, давай, давай, давай. Ты должна увидеть, сколько у меня осталось человечков. Можешь еще на карты. Ну, я не знаю. Понимаешь, ты же у нас империя. Ты так на задание слишком сильно не распространяйся. Ты должна искать меня. Да. Если ты будешь делать задание постоянно, ты будешь стоять на месте. Время само выйдет. Мне не нужно никаким... Мне так нравится вооружаться, получать эти все ресурсы. Вот не люблю воевать. А приходится. Здесь компонентов очень много. А приходится. Их тискать тебе нравится. Я понимаю. Ну-ка, пойдем в эту систему, Наталья. Отправляйтесь на задание в любую густо населенную систему. Отправляюсь сюда. Если в этой системе есть постанческий отряд, бросайте два дополнительных кубика. При успехе ваша лояльность в этой системе увеличится на один. Я все-таки буду бороться за свой квест. А там посмотрим, что дальше будет. Ну... Противостоишь мне? Понимаешь, если я тебе буду противостоять... Ты сколько будешь кубиков бросать? Пять. Пять кубиков. Если я тебе буду противостоять, я потом не смогу забрать свое и с тобой воевать. А я... Двигаться не смогу. А я лучше буду две. Не буду противостоять тебе. У меня только будет два. Плохо. Не получилось у меня тебя вызвать на дуэль. Лояльная моя система. Жалко, что я карточку могу эту разыграть не сразу, как она сработала, а только в начале фазы обновления. И все может поменяться. Все может поменяться. И тем более сейчас твой ход. Да. Ну, я вот не знаю. Ты можешь мне сейчас, наверное, помешать. Разведка. Отправляюсь на задание против захваченного командира. Подожди, а как называется... Сейчас я в правилах посмотрю. Что мы кулачок называем? Спецоперация. Называется навык спецоперации. О, как красиво. Отправляюсь на задание против захваченного командира. Блин. При этом учитывается все символы навыков. Ага. Мне три надо для этой карты. Ага. Ну, я иду таким этим своим... Героем. Героем. Который тебе еще два к успеху прибавляет. Полковник Юларин. Еще два. И ты мне... При вашем успехе игрок Альянса должен назвать три системы... Три системы. В одной из этих систем должен содержаться база повстанцев. Ни хрена себе. Да. Я называю тебе три системы? Да. А система что-то... Выкинуть все равно, да? Пять кубиков. Ты будешь бросать три кубика, я два. Пять. Нет. А два за него? Нет, я буду бросать за него. Я буду бросать за него. Я хоть и захвачен, но буду бороться еще с тобой. Сергей, у меня же портретик. Это просто у тебя плюс два успеха. Ну, ты не добавляйте два кубика. Два успеха? У тебя просто уже как бы два успеха. Понимаешь? Все, понятно. И все. Так это еще лучше? Это еще лучше, у тебя уже два успеха. Тебе зачем тебе два кубика? А я думала... Нет. Три. Ай-яй-яй. Нет, ну фу-ай-яй-яй. У тебя два уже. А что ты моими черными кидаешь? Они хорошо кидаются. Давай поделимся еще. Ну вот. Один. Три-три. Три-три. Не получилось. Ничего не получается. Не получилось. На, поглубже эту карту спрячь. Не бери мои черные кубики. Поглубже спрячь. Такая карта хорошая, прогорелая. Я прям расстроилась. Блин, пора мне спасать боевого пацана этого. А вы спасать тяжеловато. Не хочешь ты двигаться? Хочешь меня... Хочу, хочу. А вот я сюда еще. В эту же систему. Не успела. Но я хотела сюда. Я думала, ты сейчас освобождать его хотел. Почему я сюда... А отправляйтесь на задание в любую порабощенную систему. Она порабощенная? Порабощенная. При успехе получите в этой системе три солдата-повстанцев. Затем разыграйте бой. Наталья, у нас будет бой. У нас будет бой. Но если, конечно, ты мне не будешь противостоять. И работает у нас желтенький навык дипломатии. Я могу, да? Одного своего отправить. Одного своего отправить ты можешь. А, нет. У меня даже больше. У меня же еще здесь находится дипломат один. Все же будут считаться. Все, да. Все. Бэмс. Не знаю, может так вот зрителям будет больше видно. Конечно. А вот твой. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть кубиков я бросаю. А ты три. Ну, ты говоришь красный. Когда я пошла. Давай, три бросай. Бой будет вечный. Раз, два, три, четыре, пять успехов. Ну, держи так. Выброшу. У тебя три. Угу. Ну, все. Значит. Не бери мои тюрьмы. Не ты. Значит, тут три солдатика то появятся. Три солдатика то здесь появятся. Но у нас будет разыгрываться, Наталья, только наземная операция. Ну, правильно. А почему только наземная? Так. Я выбираю вот этого. Потому что он дает две наземных операции. А почему только наземная? Потому что у меня нет здесь летающих кораблей. Значит, мы этот театр действий пропускаем, Наталья. У меня же только тут пехотинцы. Могу. А эти же в космосе летают, ребята. Они не видят, что на планете творятся. Твои истребители, твой этот корабль. А вот этот... А чего я туда не добавила? Одного только добавила. Надо было двух добавить. Или два. Ты два. Ты почему-то один такой добавила вот сюда. Летающий ты решил. Ты решила так. Ну что, будем биться. Я начинаю бой. Я бросаю три черных кубика. Это все просто. А эти карточки мы получаем? А ты получаешь, Наталья... Тоже две наземных тактические карты. И я две. Слушай, надо же ознакомиться с ними. Так, все, я три черных кубика бросаю. Ну и что толку? У меня два черных попадания. Ничего хорошего в этом нет. И два попадания я, конечно, на твоего, на этого человечка навешиваю. На это я могу навесить только красное попадание. У меня не выпало такого значка. Давай противостоя. Заблокировать один урон. Один урон заблокировать, а толку? Нет. Может тебе не тратить эту карту. Он все равно погибнет. А, ну да. Ему достаточно одного урока нанести. Ну, ты просто... Наталья, давай мне ответочку. Бросаешь, смотрю, твои два черных кубика и два красных. Почему два черных и два красных? Ну, потому что это же со мной работает. А, он еще работает. Да. Ну, я же тебе рассказывал. Два черных и два красных. Одновременно боится. Все равно вы должны ответочку отвесить. Вот почему они сразу и не убираются в пол. В пол. О, пустышки. Не, ну, пустышки пустышками. Ты наносишь мне два ранения. Этому и этому. Или можешь на одного навесить. Как ты тут уже сама решай. Еще один урон давай. Еще один урон. На третьего? Ну, давай на третьего. Ставь, сбросьте с руки, чтобы два урона. Я сейчас все равно. Сбрасываю с руки одну карту, чтобы заблокировать два урона. Ну, каких-то два спасаю. Одного не спасаю. Один идет у меня сюда. Ну, хоть немножко тебя потреплю. Ну, карту у тебя выпатало. Ну, мы как-то без карт. Почему-то остались. А вот теперь их сбрасываю. Потому что начинается второй рамок в бою. И опять я начинаю. Я бросаю только два черных кубика против твоего. Это меня спасет только вот такой значок. Взрыв. Взрыв. Взрыв планеты. Два взрыва. Потому что он может и по красному удариться. Два взрыва. Промах. А у меня один и два. Один черный и два красных. Слушай, карты у тебя никаких нету. Это надо так уметь бросить. Карта? Вот трандом. Нет, только заблокировать один урон. А, у тебя заблокировать есть еще. Блин. Так, это была ответочка. Да, да. Могу взять карту. Одну. Можно перекресться. Хе-хе-хе-хе. Блин. Это пока оставлю. Наверное. А, я могу. Подожди. Мне пришла карта. Перебросьте. Перебросьте кубики. Ну, перебрасывай. Перебросьте два ваших кубика. Ну, это ты использовал. Это ты использовал. У тебя остался один. Один перебросить. Нет, я пока оставлю. Бросай. Ты как обычно. Два красных. Один. Один черный. Сейчас опять. Не, ну этого танка убить невозможно. У-у-у, два попадания. И еще одну карту берешь. Два попадания. Вот это на карту два попадания. Шпимс, шпимс. А я перебросить твои кубики не могу. Ты победила. Даже ранений не нанес. А все равно бы толку. Сколько там надо? Три ранения нанести. Все? Это же была ответочка твоя. Ну, да. Ну, по крайней мере, ты отсюда не сможешь двигаться. Наталья. Сейчас, да? Потому что здесь уже есть твой герой. Твой командир. Плохо. Ты как бы уже не сможешь двигаться. Все сбрасываем карты. И здесь мой есть. Все тактические карты сбрасываем. Они такие. Не очень. И, кстати, замешиваются колоды всегда. Так, вот этот твой ход был прибойно устроил, да? Твой ход. Теперь я удвоим усилия выполнить задание. Ты мне не можешь мешать в любой имперской системе. А почему я не могу выполнить? И что ты там? Выберите один отряд на втором или третьем делении очереди производства и передвиньте его на одно деление вниз. Если это задание выполняет МОФ Джерджерот, вы можете выполнить еще один дополнительный отряд. Но у меня он не вышел. У меня обычный. Хорошо. И я только вот это самое, втором и третьем могу подвинуть. Понятно. На один. У тебя быстрее апгрейд. Выполните задание. Все, я тебе помешать могу? Потому что написано слово выполните. Под низ колоды. Да. Вот это про портышки. Без звездочки, да? Мой ход. Что у меня еще тут осталось? Отправляться на задание в любую густонаселенную. Тролливали. Отправляйтесь на задание в любую систему, содержащую имперский отряд. При успехе возьмите две карты цели. Выберите одну из них и оставьте у себя вторую. Положите под низ колоды. Ну давай я сюда отправлюсь. А ты можешь, да? В любую. Туда ты можешь. Где имперские отряды? А что там? Саботаж? Да, саботаж для меня. И работает, кстати, разведка. Синенький кружочек. И ты будешь мне противостоять? Или ты дашь мне возможность в карточках цели покопаться? У меня нет. Покопайся. Нет, почему? Один есть. Ну что мне? Он мне для других целей нужен. Нужен для других? А, ну тут у меня кругом. Я не знаю, как я двигаться смогу. А смогу, наверное, после этого. Блин, я тебя не заставлю, да? Отправиться туда. По звуку. А что там? Они все равно к тебе приходят. Хорошо, жалко эту карточку я сброшу. Не сейчас, в следующий раз. Две беру сверху колоды. Смотрю, что сейчас может сработать. Ой, это такая штука, что я ее никогда не выполнил. Ее под низ. А вот эту цель еще можно попробовать. Сходите. Так. Так, хожу, да? Что у тебя там осталось в последней карточке? Ну вот такой мальчик у меня остался. Генерал Тагг. Мальчик. Выполните задание в любой системе, содержащей имперский отряд и не содержащей постанческих. Выберите один имперский отряд на первом или втором делении очереди производства и дислоцируйте его в этой системе. Вот я могу один отряд дислоцировать. Сюда? Сюда? Вот в эту. Где ты пришла? Вот сюда. Нет. Я вот сюда. Нет, так значит ты должна была сюда прийти тогда. А, именно куда приду, туда только перенести. А я думала живое время. Сюда. Да, да, да. Они крутые эти с проекта в карте. Вот теперь я могу двигаться немножко туда, сюда, а туда не могу. А надо, в следующий раз надо туда, ишь, подоставлял там. Никак у меня не получается, никак у меня не получается что-то сделать. Как мне тебя затормозить, чтобы ты не поперла этими отрядами на меня? А я туда и не попру, у меня тут есть этот отряд, я туда попру. Мне надо двигаться, вооружаться и двигаться, вооружаться и двигаться, занимать места. У меня вооружений никаких нету. Отправляйтесь на задание в любую густановственную систему. При успехе поместите в эту систему жетон саботажа. Жетон препятствует производству и дислокации. А где у тебя крутого производства? Вот сюда пойду. Вот почему у меня это кольцо. Я думаю, что куда... Так. Ну, как хочешь. Три кулачка. Ты можешь мне противостоять. Или я тут опять положу жетончик еще один... Как он называется? Как этот жетон называется? Саботажа. Саботажа. Ну, мне надо двигаться. Ставь свой саботаж. Ты что? Да, мне надо двигаться. А я отсюда уходить буду. Все, твой есть, ты никак уже не уйдешь отсюда. Уже есть твой один. Вот я этим хочу подвинуться. Я этим хочу подвинуться, а там саботаж. Наталья, с саботажем борись ты что? Этим подвинусь сюда, чтобы что-то получать. А этим подвинусь. Ты не хочешь бороться? С саботажем не хочешь бороться? Ну, ладно. С саботажем надо бороться, три саботажа, и я могу победить. Давай. И ты, и я бросаешь три кубика. Я смотрю, что только два движения буду делать. Тебе не повезло. А то ты что-то играл. А, сыгрывайся карту. Это ж мы дрались с тобой. Это в сброс идет карта. А саботаж сейчас работает. Давай, и ты, и я три кубика бросаем. А и чертные. Потому что больше там у нас... А твой этот пленный тебе не помогает? А у него нету такого навыка. Солочко. Так что борется Чукабе. Четыре успеха, я даже бросать не буду. Три. Блин. Ну, не получилось у меня. Ну, ты, ну, хорошо бросил. Саботаж. Хорошо бросил, но не лучше, чем у тебя. Вот видишь, вы видите. Перекрестие. За два считается. Хадим. Ты хотелось расползаться? Расползай. Да. Так, ну, давай вот на эту планетку. Я вот этим пойду. А, так, Звезда Смерти может восемь сухопутных перенести даже. Ну, я здесь оставлю. И вот так вот. Вот так. А эти пусть тут пока побудут. У меня здесь нет. Нету? Да. Смотри, когда сухопутные заходят, твои, я, в принципе, должен сразу объявить, есть моя база на этой планетке или нет. Если просто залетают твои корабли, я могу не раскрываться. А на ту в этот раз я не могу двигаться над Украиной. Почему? Потому что здесь мой этот, да? А почему ты меня здесь ищешь? А почему я тебе не знаю? А, ты в этом, в этом сказали, что меня нет. У меня вообще, да. В этом я тебе говорил, в регионе нет. Так я вот тут вот по бокам и не хочу. Здесь тебя нету. Эту навряд ли ты. А, это у меня, по-моему, была. Что это самое? Мой ход. У меня один остался. Эту нету. Вот сюда. Хотя ты такой наглый можешь и здесь где-то усунуться. Что-то я по углам. Ну, ладно, потом буду возвращаться. Надо вот этим вооружить. Этого и сюда продвинуться. Я пасую. Куда-то передвигаться. А я что, не могу никуда передвигаться? Ну, ты можешь активировать систему. Ну, ты так везде, да. Здесь ты же туда поставила, добавила это. Значит, все. Он не может передвигаться. Да, я ж надеялась, оставляла, видишь. Пойти в эту сторону. И туда расползаться. Ну, давай, надейся дальше. Ну, давай вот сюда. Ты же везде шурши. А почему нет? Вот один и все, и будет. Один кораблик завез одного. Да. Вот этот будет. Во всяком случае, тебя тут нету. Ну, я жетончик свой. Буду получать хотя бы один этот ресурс. Ты порабощаешь его. Да, ты можешь его поработить, потому что у тебя наземное есть. А почему нет? Наземное. А почему он будет пропадать у меня, правда? А этот, начало боя остался. Хорошо, ты мне, значит, сделала уступку небольшую, я так понимаю. Почему? Ну, потому что у нас закончился этот, и мне дала заработать. Я сейчас почитаю, я уже забыл. Одно очко репутация. Сыграть, если... Нет, ну, что я тебе там... Сыграть, если все густонаселенные системы в одном регионе лояльны повстанцам. Повстанцам. Вот, получается, у меня в одном регионе здесь лояльность, хоть и закрыта она твоим порабощением, она ж лояльна. А, да? Ко мне. А я ж не думала, что я тут на верху. Так я там и туда, и не... Да? Ну, и не это самое. Ну, по идее, да, тут эта система лояльна. Но я не могла, видишь, не этим напасть. В одном регионе. Ты меня как-то так... Региональная поддержка. Тут саботаж. Вот, я ее сыграл, она уходит в сброс, конечно, это карта цели. Ну, ничего. Навсегда. И время немножко сюда, до 13. Ага, ничего. На 13. Больше одной карты именно я сейчас не могу разыграть. Даже если у меня две цели выполняются, я должен их растягивать с удовольствием. Я должен так... Ты мне саботаж не дала устроить. Ну, что? В фазу обновления переходим. Я ж пасанул. А ты пасанул этой девочкой? Да. Это не девочка моя. А, кто там? Ведж Антилис. Очень даже не девичка. А мне показалось светлее. Возвращаем всех командиров. Ой, я не вижу кто девочек, кто мальчик. Возвращаем всех командиров. Так, люк сюда. Сковородкин. Этого я так и не спас. Пытался. Спасти. Берем новое задание. Угу. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Играю карты. Зонда в две карточки. Не смотри, где меня нет. Зонда. Так, я беру новую цель. Сюда можно не идти. Ну, заняло, заняло. Хотела идти сюда, видишь. Придвигается жетон времени. На пять. Наталья, сейчас в пятом раунде, получается, у нас только будет вербовка. Только вербовка. Берем карточки. Плохо, я надеялась вот это получить. Ой, ну все, Хана беру. Ну, конечно. Хан с Олой. Вместе с Чубакой. Они сейчас натворяют что-нибудь. Наталья, ну, дислокация у нас все равно будет. Производиться они не будут новые. А вот эти, я своего, ты своего забираешь. А, забираем все такие? Конечно. Ого, как хорошо. А я сюда могу? Ну, по два штучки в каждой. Не, сюда ты не можешь, потому что здесь мои отряды. Я же тебе уже три раза не пускаю. Ты не пустишь его, да? Не пускаю, как бы, если есть чужие. Замочи сначала меня, потом распространяйся оттуда. Ну, ты какой мой. Два сюда. А этого сюда и сюда. Двоих можно. Подожди, ты смотри, чтобы сколько тебе... Ты уже... Двоих. Перевозить сколько твой может этот? Восемь. Восемь человек по разу. А, ну да. Вот эта дура, она перевезет всех. Ну, если останется один, так пусть останется. Мне ж надо ресурсы получать. Ничего страшного. Два. Сюда. Пускай летает. Нет, лучше я, наверное, с... А, нет, сюда тоже не очень хорошо. Какой-то. Пускай здесь будет. Все, дислокация у нас закончилась. Следующий раунд. Давай сначала я буду отправлять на задание. Ну, давай. Это просто мне этот понравился. Ты ж не спеши. Может и не... Все, хватит. Три человечка оставлю в пуле. Наталья, давай, давай. Теперь ты. Готовы? Да. Ну, не знаю. Наверное, что ты будешь вытворять. Отправляйтесь на задание в любую густонаселенную систему. Саботаж опять. И отправляюсь я сюда. При успехе будет саботаж. При неуспехе нет. Кулачки работают. У меня три кулачка. Всего лишь. Даешь помеху. Будешь мешать мне в этом задании? Или я его автоматически выполняю? Надо помешать. Помешаешь двумя кулачками. Имеешь полное право. Нет, я сюда кулачки отправила. Значит, я бросаю два кубика. Ты брос... Ой, я три кубика бросаю. Ты два. У тебя к этому персонажу нет никакой карты, которая ему помогает в бою? Карты действия, которые у тебя открыты? Ну, в бою есть. Бою, только в бою, но не в задании. Не в задании, как сказать. Ладно, бросаем, что будет, что будет. Рандомчик. Четыре успеха. Тяжело тебе будет. Такое нечего и бросать. Против одного. Значит, жетон саботажа появляется у нас здесь. Только отдала зря. У меня же там сокол прикреплен к Чубаке. Смотрите, после того, как ваше задание в системе с соколом закончилось успехом, сбросьте это кольцо, чтобы спасти одного захваченного командира в этой системе. А-а-а, я опоздала. Да, я сбрасываю этого кольцо, конечно, но этого спасаю. Все, опоздала. Спас, Чубака. Ты представляешь, что... Ну, я сбрасываю. Сережа, у меня такая карта была. Чтобы захватить его? Нет, он бы показал мне, где твоя база находится. Да? Да. Нифига себе. Средящий маяк. А ты, вот, что значит первому ходить? Блин, я как чувствовал, да. Ну, ну, ходи. Ну, и все, туда нету смысла. Надо захватывать следующую карту. Ну, потом в конце ты сбросишь эту карту. Уходи в другую карту. Я сброшу ее, да? Нет, ты на руку ее возьмешь назад. Ладно, давай я похожу, пока ты мне не залепил чего-нибудь. Ну, распространяйся. Так, тогда игра закончится. Джу, но... Сколько здесь я могу перевести? Восемь. Ну... Блин. Я только одного оставлю, чтобы получать. Плохо. Так. Так. Как перебил? Ну, это же надо так перебить. Отправляйтесь на задание в любую порабощенную систему. При успехе получите в этой системе два отряда. Два отряда с кружочком и с треугольничком я смогу выбрать два отряда. У меня там два отряда появятся, или корабли, или наземные, затем разыграйте бой. Мне надо в порабощенной системе разыграть бой. Вот, порабощенная. И твои тут самолеты есть. И там порабощенная. Вот, порабощенная. И тут вообще слабенькая. Слушай, Наталья, а ты же сюда переселилась. Ты почему ее не поработила? А, да, забыла. Во, сразу порабощает. Ну, здесь я не знаю, что тебе туда. А там ты выиграть звезду смерти смысла нет у тебя туда идти. А звезда смерти только в воздушном бою участвует. Смотри туда. Ты не хочешь меня туда пускать? Да. Значит, ты точно там. Может быть. Если ты на звезду смерти полез, то это что-то подождительное. А вот теперь мне надо наземный отряд выбрать какой-нибудь с кружочком. С кружочком. Это распидер выбираем. Один с кружочком сюда. А один будет треугольничек. Значит, треугольничек только такой солдат. И затем разыграть и бой. Совсем страх потерял. Все, правильно я все сделал. Отправляйтесь на задание в любую порабощенную систему. Она порабощена. При успехе получите в этой системе два отряда. Два отряда. Два отряда я получаю с треугольничком. И один с кружочком. Затем разыграть и бой. Чтобы было чем биться. Так она сбрасывается. Это карта. Ну, Наталья, будет бой сейчас. Так ты должен туда какого-то командира отправить? Ну, раз бой, значит, да. Ну, а, у меня там есть командир. А, вот он у тебя там есть. Это ты можешь отправить. Любого? Да. Ну, вот один остался. Кто больше дает? А, у тебя только один? Да. А у него есть тактические какие-то штучки? Ну, есть два, один. Вот. 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 Мы пропускаем здесь воздушные бои. Все космические бои. Потому что у меня здесь нет. Одну карту ты получаешь тактики. И я одну карту тактики получаю. Наталья, и вот эти мои войска позволяют. Спидер позволяет бросать. Один красный, один черный кубик. И эти, ребятки, по одному черному. Смотри, я бросаю четыре кубика. Вот из твоих надземных войск. И у меня... Наношу только одно ранение. И могу взять одну карту. Или сыграть. Или сыграть карту. Или сыграть карту. Ну, три кубика черных 100% и один красный. Потому что... Вот так вот. У тебя здесь это с ножками, зараза. Нам бросает больше. Значит, два кубика черный и один красный. Да? Угу. Так. А я эту карту уже сыграл. Заблокировал. Сбрасываю. Них. Фиркштейн. Ты наносишь два, как бы, урона капитальных. Ну, ты знаешь, что на это требуется красный урон. Угу. На этот красный. Ты можешь его убить. Или распространить урон так. Нет. Распространю тех. По всем. Поубиваю. А этого пусть ранят. А этого ранят. Угу. У тебя вот везет на кубики. Ну, не знаю. Так. Это твой был... Это твой был ответка. Ответка. А этот у нас ранен. Пометим, что он ранен. Потому что у него жизнь два. Это, конечно, не очень хорошо. А теперь сбрасываем этих. Я тебе только одно ранение нанес. Это мне важно для моего задания. Я тебе нанес одно ранение. И теперь я бросаю только один красный и один черный кубик. Это у нас уже второй рамок как бы пошел, да? Угу. Одно ранение... Ну, наношу. Получается одно ранение только вот этому твоему. Ты можешь как-то бороться с ранениями? Нет. С ранениями не должен бороться. Мне надо, чтобы перекрестье выбросилось. Тогда я смогу этим... Ну, вот сейчас ты будешь бросать... Что у меня? Два... Два красных? Нет, один красный и два черных. Один красный и два черных. У тебя ничего не изменилось. Не получится выполнить задание. Порез я на каких-то сильных, а не было бы в руке. Ой. Ну что, все пустышки. Так тебе ровезет. Заглазил меня. Ну все, пустышки-пустышки. Ответочка не получилась. Мой раненый один. Блин. Ну, сражается. Партизан. О! Вот, ну, наношу этому ранение и этому ранение наношу. Противостоять ты никак не можешь? Не могу. Не выскакивает у меня. Не выскакивает у тебя никаких карт. Значит, ты их бери вот сюда вот на стол и бросай веточку. Это ранение? Или ты их убил? Убил, раз я к тебе перенес. Это мужа второе нанес. А ты по мне бросай, как обычно, один красный и два черных. Угу. Вот так один раненый победишь. Так, вот одну карту возьму. О! Может, она что-нибудь... Заблокируйте урон. Нет. Заблокируйте урон? Да. Тоже. Ну, это, вот это попадание на меня не влияет, потому что у меня красненькие характеристики защиты. Смотри, как получается, урон снимается, у тебя здесь нет наземных войск больше. Значит, снимается жетон порабощения. Ага. Что это мне дало? Почему я пошел в бой? Я попробую разыграть вот эту карточку целей. Сыграйте после того, как в бою, который вы начали, были уничтожены имперские наземные отряды на сумму не менее трех единиц прочности. Я у тебя как раз три единицы прочности и снял. Четыре даже единицы прочности. Угу. Все, этих солдатиков выбрасывай. Значит, плюс одно очко я еще зарабатываю. Ты подумаешь, что эти партизаны вытворяют? Против империи прут и выигрывают. Да. Ну, на, выбросите, замешай. Они мне не помогли. Вот так бывает. Видишь? Так. Звезда смерти. Так. Это звезда смерти. Предпринимает. Так, это не работа. Это не вдруг перебил мне. Это, ой, кошмар какой-то. Давай хоть пойду выполню задание в любой системе лояльной империи. Выберите одно. Ну, я хочу взять две карты проекта. А вот, Наталья. Ты же сюда перебрасывай, не забывай, что куда ставить. Я могу сюда прийти, да, и снять жетон. Порабощение не забывай ставить везде, куда перекликаешься. Ты же порабощаешь всех. Да. Жетончики. Забываю. Да. Сергей, я же могу сюда прийти? Да, могу. Ну, можешь прийти. Берите жетон саботажа из этой системы и возьмите одну карту проекта. Хорошо. А, ну это... А, да, это выполнит задание. Ты мне не можешь помешать. Я тебе не могу помешать никакой, если слово выполнить написано. Бери карточку проекта, ход переходит ко мне. Ох, я могу убить. Ладно, потом дойдет до этого. Еще пока он тебе на руку идет. Это что, пульнуть может звезда смерти? Да, он туда как пульнул. Мой ход. Я сейчас пытаюсь цели повыполнять. Как это сделать? Отправляйтесь на задание в любую густонаселенную систему. Если в этой системе есть постанический отряд, отряды бросайте два дополнительных кубика. При успехе ваша лояльность в этой системе увеличивается на один. А давай-ка я сюда отправлюсь. Это густонаселенная система. И там есть постанические отряды. Я буду бросать на два кубика больше. Карточка называется «Заключить союз». Наталья, играет желтенький навык. Ты мне никак отстоять не можешь, значит 100% она становится лояльной. Вот, лояльность сюда играется. Ну, по идее так. Эта карта у меня никогда не сбрасывается. Она возвращается. Ходи. Не могу. А вот эта, вот эта карта еще не может тоже сыграться. А, ой, блин. Отправьтесь на задание в любую густонаселенную систему, содержащую имперский отряд. При успехе ваша лояльность в этой системе увеличивается на Амдин. Но сюда я не могу прийти, да? Тут твои войска. Почему? Могу. Можешь прийти. Может мне все испортить. Может, вот интересно. Может мне все испортить. Отправляйтесь на задание в любую густонаселенную систему, содержащую имперский отряд. Имперский отряд есть. При успехе ваша лояльность в этой системе увеличится на Амдин. И работает опять дипломатия. И сколько ты? Кого отправила дипломатов? Сколько туда? Ну вот. Ёлки-палки. Раз, два, три, четыре, пять кубиков. Ну у меня, а, у меня здесь неплохое это. У тебя тоже тут неплохое. И я могу еще в подмогу кого-нибудь запулить. Я еще в подмогу это. Я буду четыре кубика бросать. А ты будешь бросать пять кубиков. Так. Ну он уйдет ко мне. Что будет, то будет. Я пять, да? А я четыре. Не так все пока страшненько, если честно. Ай, ёлки-палки. А я бы у меня была. Действительно красные кубики не очень. Только два успеха. Ой, четыре, пять, шесть, семь успехов. Но мне не так обидно. Мне черный кубик больше нравится. Я тебе поэтому говорю, не бери мои черные. Раз лояльность на один увеличивается, Значит, мой просто снимается с жетон лояльности, а ты как была порабощенной, как ты встаешься. Блин, не дала мне одну цель, бы я полно не спал. Ну надо же как-то тебе мешать. Ко мне в ход переходит. Что здесь у меня творится? Ты даже помогал, но это нет. Отправить на задание в любую систему содержащий имперский отряд. При успехе посмотри четыре верхние карты колоды целей, положите их наверх, колоды в любом порядке. Угу. В любую содержащую. Ты мне помешать уже никак не сможешь. Никак. Ну давай сюда отправлюсь. Это уже не так важно. И у меня успех. И у меня успех требовалось два навыка. А чтобы разыграть эту карту, требовалось два навыка разведки. У меня три у Люка старшего. Это, кстати, карточка сбрасывается. Я беру четыре верхние карты. Смотрю их и раскладываю в любом порядке, как мне интересно. Как тебе нравится. Вот ты что вытворяешь. Да. Пришел, освободил пленного. Хорошую карту я наверх положил. Будем надеяться, что я успею ее разыграть. Ходите. Все. Я пасую. Я эти... Уходят ко мне в пул. А мне тоже двигаться бесполезно. Я не буду никого трогать. Так, сейчас посмотрю, я что-нибудь выполняю или нет. Блин, Наталья, я тебе признаюсь. У меня была карта сыграть, если не менее шести систем, лояльный повстанцам. Блин. Раз, два, три. Здесь четыре, пять. Ну, блин, шестая не удалась. Эта система не считается системой. Так, ну что-то у меня было еще. О! Сыграть, если не менее, четырех повстанческих систем содержит повстанческие отряды. У меня эта система содержит это, это и это. Так ты же не можешь сейчас играть. Все, начало фазы обновления. Я играю и получаю одну очку репутации. А-а-а. У меня в четырех системах есть отряды. И у нас одиннадцать. Ты смотри, а я это пропустила. Ну. Ты же... Ты там испортила, но тут не успела. Ну, где ж тут схватишься везде. Так, забираем своих. Попустила, все. И ты своего пленного забрал. А у меня уже давно он не пленный. Потом два задания берешь. Угу. Карточки задания. Ух ты. Все, сейчас бабахну. Запускай, дроида. Бери две карты, смотри, где меня может не быть. Нет, где меня точно нет. Я беру новую цель. Ну, все, Даша, но вряд ли ты сунулся мне под нос. Я беру. Так, жетон времени продвигается. Наталья, не вижу, что у нас. Там ключик нарисован. Значит, у нас пополнение мост будет в этом. Да. Войска растут. Войска, да. Ну, неплохо с одной стороны. Осталось совсем немножко. У нас же пустое здесь. Никогда так не было пусто. Карты шли такие. Так, ну вот сейчас самое сложное. А что это такое тут валяется? Это он слетел откуда-то с моего одного. Ну, если это твой. Давно уже слетел. Да, это который мне позволяет перебрасывать кубики. А, он же был у меня на этом. На люке Скайвокере. Который позволяет кубик перебрасывать. Надо было мне эту карту оставить, чтобы я помнил, что она делает. Вот. Один раз за раунд игры, когда этот командир находится в системе, где происходит задание любой, вы можете перебросить один из ваших кубиков. Я про это совсем забыл, про это колечко. Давай, у тебя производим. Так, это в какой системе? В этой у тебя. Подожди, почему тут порабощение снято? Потому что у тебя тут нету... Наземных, да. Наземных. Ну, войск. Наземных. Порабощение снимается, если уходит. Какие-то. И мой корабль здесь летает. Ой, не летает, он наземный. Наземный, аэроспидор. Так это ты, может, свою эту поставишь туда. Нет, лояльность я не могу так ставить. Я должен какую-то карту сыграть задачу, чтобы там лояльность появилась. Так, здесь не производят, потому что здесь у тебя саботаж. Саботаж. Здесь у тебя производство есть. Лояльность. Так, треугольничек. Это штурмовик обычный. Треугольничек. Это истребитель. Сид-истребитель твой. На первую позицию. На первую. Дальше. Так, пойдем, наверное, чтобы не запутаться сюда. И здесь у тебя кружочки работают. А это в кружочек у тебя штурмовик. Синий. И роботик, АТСТ. Идут они на вторую позицию производства. Нет, здесь на первую. Мы все правильно положили. А, на вторую. Ух, не скоро придет. Здесь у тебя... Подожди, Наталья. Тут же порабощение. Отдай назад. Только первый работает. В порабощенной системе работает только первый. Значит, роботика не... Да, что-то я расщедрился. А я рада. Здесь только один. Какой там? Роботик вот этот, АТСТ. Вот этот все-таки пришел. На какую он идет? На первую. На первую позицию. Здесь обычный солдат, штурмовик твой на первую позицию. Совсем лояльно. Здесь у тебя порабощена, значит, только появляется истребитель на вторую позицию. Истребитель на вторую. На вторую. Здесь порабощена истребитель твой на вторую. Здесь у тебя хорошая компания, здесь у тебя хорошая компашка. И лояльно к тебе. Значит, работает штурмовик обычный и танк АТАТ. Куда он идет? На вторую. Все они на вторую идут. И твоя база производит обычного штурмовика, который идет на первую позицию. У меня на первую позицию. Совсем мало у меня войск. Я в этот раз не разбросалась. Повстанец. Здесь ты меня не трогаешь. Один повстанец и один... Вот какого взять? Блин, нравятся они Игреки. Надо же где-то эту лояльность поднимать. Возьмем Игрек истребитель. Здесь я получаю Коррелианский Корвет. Идет он на вторую позицию. Здесь обычного человечка на первую позицию. И моя база. База моя приносит. Человечка истребитель. Ну, давай возьмем такого истребителя. Х истребителя. Тоже на первую позицию. Подожди. А здесь только на вторую. Остальные у меня везде на первую. Натали, дислоцируем. Подожди, подожди. Давай дислоцируем. Ты уже раскладываешь карты. Я понимаю, что ты вся уже в стратегии. Потом на базу, конечно. Здесь мало. Блин. И один такой истребитель. Два. И здесь. А я могу? Нет. Сюда, наверное, не могу. Распытом. Так тут же нету твоего значка. Да, тут нету. Наталья, только которые лояльны и порабощены. Туда ты сможешь по два раскладывать. Не больше двух. Можешь один. Ладно, вдруг. И в эту систему ты не клала, сюда нельзя, потому что здесь саботаж. А здесь мою, да? Вот тут саботаж, сюда нельзя дислоцировать. Нет, вроде бы не вылезли. Ну смотри. Нет. Мы теперь можем приступать. Да, там немножко было. К следующему раунду. А мы людей добавлять будем, персонажей? Нет, в этом нету. В этом нету. Не набираем. И ты знаешь, уже долго не будет набора у нас. А у нас уже набора вообще не будет. Только если будут появляться новые отряды. О, видишь. Все, кого мы не наняли, они участвовать не будут. У меня за бортом остался. Оби-Ван Кеноби за бортом остался. Блин. Наталья, ты не спеши. Ты же смотри за мной. Куда я буду распространяться? Ну что? И начинается с моего хода. Угу. И начинается с моего хода. Что ты будешь вытворять? Я уже боюсь даже. Фаза командования. Отправляйтесь на задание в любую имперскую систему. При успехе выберите и уничтожьте в очереди производства отряда на сумму не более четырех единиц прочности. Так. Я отправляюсь сюда. Кулачки работают. Ты будешь мне противостоять? Нет, Сергей. Я не пойду туда. Мне надо двигаться. Что я пойду, я туда подвинуться не смогу. Я оставила всех их для движения. Не буду. Плохо. Ладно. Значит, у меня сто процентов успех. При успехе выберите и уничтожьте в очереди производства отряда на сумму не более четырех единиц прочности. У этого танка сколько единиц прочности? У какого? Четыре. Ну, я вот уничтожаю один танк твой, один этот, с дорожки. Он не успеет произойти. Ладно, мне пока хватает. Пока тут. Пусть у тебя хватает. Ходите, мадам. Ну, выберу покрупнее. Что тут? Три, два, два, три. Сюда и передвинусь. Всеми своими войсками. Я смогу передвинуть? Ну, начнется бой сейчас? Да? Тогда еще передвину. Передвигай. А, ну да, я ж биться буду. Раз, два, три, четыре, пять. Ни одного не оставляешь. Шесть. Ну, давай всех. Семь. Блин, ты как... Что-то это хочешь отойти. А что-то оно уходит-то, да? А все, раз ты ни одного не оставляешь, значит, оно не становится. Что-то мне не понравилось, что ты меня тут перегородил дорогу. Поэтому всеми силами. Не знаю, тот раз, как ты мне перегораживал дорогу, ты вот здесь крутишься, мне мешаешь. Вот тут ты мне крутишься. Воздушной тактики космической. И я три беру. А также наземные бои у нас будут. Наталья, ты берешь наземных три карточки. Вот сейчас битва будет. На, ты берешь наземных три карточки. И я. Так, Наталья, и получается, моя база здесь находится. Релот. Ты что? Релот. По идее, когда ты сюда вступаешь после твоего передвижения, я должен раскрыться. А чего так мало? Наталья, ну вот эти все отряды, они по идее сюда перемещаются. Попала я. Сладко не будет. Сладко не будет никому. Бой будет долгий. Еще неизвестно, кто победит. Да. Они как бы здесь уже находятся у меня. А у тебя из летающих, я тебе скажу, вот только две штучки. Три. Три, два. У меня один Х-истребитель, два У-истребителя. А что, остальные все наземные? Остальные все наземные. Мне придется туго с наземным. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь наземных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, здесь у меня сладенько. Так, карты мы получили. Так, ты три карты получаешь. У тебя кто? Дарт Вейдер. Три наземных, две воздушных. Воздушных. А я же наземные. Я же еще наземные, потому что три штуки взять. Я тебе дал наземные? Угу. Все, карточки, взяли карточки тактики, согласно наших вот этих двух героев. Это же здесь стоит. Да. И ты раз напала на меня, ты по твоей раскладочке бросать будешь три красных кубрика. И три черных, да. Три, два. Да. Три, три. И ты первая пуляешь. Тактические карты. Надо мне познакомиться. Ага. Так, у тебя получается... У меня весь черный урон нужен. Я вот эту карту одну сыграю на один кубик. Угу. Нанесите по одному урону. Угу. Одному или двум разным кораблям. Ну, давай распределись. А этот я возьму карту. Да. Может она мне еще... Ну, вот этому ты наносишь урон. Потом дальше красные уроны. А красные уроны не работают. Вот это не работает. А я переброшу. Нанесите по одному урону одному или двум разным кораблям. Два могу перебросить. Вот этим ты наносишь. Две могу перебросить. Две перебрасывай. А я красные должна, да? Давай я тогда красные переброшу. Нет, так ты... Тот же сработал у тебя. У тебя только красные два не сработало. Ты красные должна перебрасывать. А этот был вообще ноль. А, этот ноль был? Угу. Так тебе лучше черные тогда перебрасывать. Черные. Угу. Ну, вот этот. Еще можешь добавить... Перебросьте два ваших кубика или меньше. Это ты сыграла. Ты сброс... Тоже сыграла. Угу. А какую карту ты перед этим сыграла? А вот ты ее поставил. Урон. Нанесите урон. На одну или на дву. Так. В моих картах заблокировать один урон я могу. Так. Ну вот я спасаюсь от одного. Заблокирую один урон. Угу. Получается, этих ты моих уничтожила. Всех. По идее, так. Один спаси. Ну, один спаси. Сейчас будет отстреливаться. Так, натиск войк отходит. И мой этот сбрасывается. Нет, отстреливаться я буду всеми кубиками. Только у меня два истребителя. Два красных я бросаю, один черный. После твоего танка я вообще не понимаю, сколько у него жизни. Шесть. И как его замочить? Не знаю. Ну, я так неплохо мочу. Ну. Так, давай-ка, если это два урона. И этому еще два урона наношу тоже. Четыре урона этому и один урон этому. Двое картами на 10 урона. Ох, нормально. Вот, вместочку у тебя есть сыграть кто-нибудь? Нет. Заблокировать. Нету ничего. Значит, я вот этот подстреливаю, а здесь четыре урона. Под этим проблемой. Да. Эти мои два сбрасываются, а твой маленький сбрасывается. Сбрасывается. И сейчас ты будешь лупить. Ну, посмотрим. Ранение остается. Осталось сколько мне? Два ранения нанести. С одним несчастным игрекистребителем. Эти карты ты уже все сбрасываешь. А ты сейчас бросаешь. Три-два, да? Да, два черных и три красных. Ну, что это такое? Ну что, у тебя попадание. Я вот этот Сергей играю, да? У тебя два попадания. Зачем? А я хочу сыграть, чтобы взять. А, ну уже в смысле, если ты все... У меня карты не осталось. Зачем ты будешь? Я карты две могу взять. Ну, раз... У нас боев космического уже не будет. Да, уже не будет, значит, ничего. У нас уже космического боя не будет. Так, он идет сюда. И я в отместку бросаю только один красный кубик. И я тебя не убью. Никак. Только если ранение нанесешь, да? Одно ранение наношу. Но все-таки нанес. Пять ранений ему нанес. Ну, у меня не будет больше ничего космического. Вот этот вот тоже воздушный считается. Но я должен им отступить. Почему? Потому что он транспортнику не наносит урона. Где-то я правило считал, что транспортникам надо отступить. Отступай. Да. Ты можешь даже перевести каких-то людей на нем. А, ты могла бы урон сюда наносить и... Что-то я забыл про этого транспортника, потому что он урона не наносит. Давай будем считать, что я им отступил потом. Когда будет отступление. Но отступать мне нельзя, потому что я за базу дерусь. Понимаешь? Давай сделаем так, чтобы не мучиться, так как транспортникам ничего не наносит. Переходим уже к театру действию. И сейчас будет очень сложный театр действия. Но, Сергей, это воздушные бои. Воздушные бои нам уже не нужны. Песмические. Раз, два, три, четыре. Четыре черных кубика ты бросаешь 100%. Потом пять кубиков. И шесть кубиков нельзя бросить черных. Потолок пять. Даже если больше. А так могла и шесть бросить. Так я могу и красные бросить. И потом один, и три красных. И три красных. Без образия. И выстраиваешь в шеренгу. Дай посмотреть, что у меня тут во время тоже. Два своих кубика перебрасываю. А какие мне лучше черные? Переброси два ваших кубика или меньше. Лучше черные, да? Вот этих я черными мелью. Да, да. Если у тебя пустышки есть черные, лучше черными тебе мочить. Ну ладно, попадание есть. Чего ты переживаешь? Перекрестия нету, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Ну, ты можешь красненький урон сюда на спидера, на моего, потому что у него жизнь два. Остальные раз, я бы тебя советовал два, три, четыре, пять. Если у меня и будет какой-то отыгрыш, заблокируйте один урон. Вот у меня есть карточка. Один урон я блокирую, Наталья. Ну, все четыре вот этих, ты прибила. О, этот кораблик еще остался. Они еще будут ответочку тебе давать, они все так просто. А вот этот спидер, он ранен. Один раз, да? Да, один раз ранен. И теперь моя ответочка тебе. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, только пять черных кубиков потолок. И один спидер бросает красный. Я только шесть кубиков просто от тебя бросаю. Нет, вот этот танк твой, он все мне испортит. Да, елки-палки. Что у меня здесь? Я могу заблокировать один урон. Что мне за карты пришли? Значит, этим я беру карту. Кубика. Сейчас я наступаю на тебя. Флин, ну вот тебе три пустышки. И если я даже сюда поставлю, все. Одно ранение на нашу. Я могу блокировать один. И ты еще и блокируешь урон. Елки-палки. Наталья, а мне тактики карты такие пришли. Защитные пришли. Ну, у меня тоже вот это такая. Это пипец. Бросок мой вообще, ну, ни о чем. Это у меня два таких было? Да. А, еще шаду-карту взять. Что ты это можешь? О, наношу тебе один урон все-таки. Все-таки наносишь. Да, ты один блокировала, и я наношу. Значит, давай вот сюда. Ну, давай этого, да. Хоть одного. Хоть одного. Хоть одного. Блин. А хотя, у этого у тебя жизнь два, у этого жизнь три. Ой, нет, все. Не караул. Ну, такие крупненькие там они. Переходим. Сбрасываемся. Вот эти сбрасывай, и ты свои сбрасывай. Сейчас новый раунд. Ты бросаешь 4-5 черных по-любому. Радовать, 5 черных и 2 красных. Против моих оставшиеся 4. Только 2 красных, да? Блин. Только чудо меня спасет. Вариметация, подожди, что тут у меня вариметация. Ну, и сейчас я смогу залакировать неплохо, так уронно. Вот тоже 2 пустышки, не думай. Ну, так а что толку? Ты вот это можешь добить. И потом каждому по урону еще нанести. На один можешь 2 урона поставить. А кому-то ты можешь вот так вот, еще и так. Вот и пустышки они там. Я могу заблокировать, сбросьте с руки одну карту на земной тактике, чтобы заблокировать 2 урона или меньше. А, 2 урона даже. Мне надо, если я спасу спидер, вот этих, если я откажусь от этих, все эти у меня помрут, как бы. Но спидер еще останется. Потому что мне нужен красный кубик. Без красного кубика никак. Так, подожди, сейчас мне ответка. Раз, два, три, четыре и один красный. Еще шесть и мне пока сработают. Да, да. Бумс. Так, возьму сначала карту. О, перебросьте 2 ваших кубика или меньше карты. Вот. Так, сейчас будет все сильнее. Есть. Уже веселее. Уже веселее. Если я этому нанесу 2 ранения, этот я уже не могу использовать. Вот так вот. Давай, избавляйся от ранений. Не могу, нечем. Нечем? Нечем. Значит, я прибил вот этих двоих и вот этого. Прибил все-таки. А эти мои тоже уходят. И твои ребятки уходят. Третий рамбой начинается. Представляешь, мы в третий этап. Ну, ты молодец. У меня раненый аэроспидер. У тебя АТ-АТ. Аэроспидер. И еще один, да. Штурмоник. Теперь ты кидаешь меньше, конечно, кубиков. Бросаешь только 2 черных. Внутри красных, да? Да. Нет, 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 нет. Два красных. Два красных такого. Два черных ты бросаешь и два красных. Да, два красных. Все. А у тебя же два человечка осталось. Закончилась амалина. И когда так кидаю, у меня лучше получается. Ну, вот этот один удар, а этот, подожди, я, наверное, сыграю. Что один я сыграю, что ты не сможешь блокировать удар. Карту. А эту еще одну карту возьму. Одну карту еще берешь. Да, вдруг что-нибудь получится. А я не могу блокировать, у меня и не было карты. Ты мне прибиваешь. Да? А я только эту взяла карту, и она должна сработать на перекрестке. Сюда он идет. Ну, по идее, я еще ответочку бросаю. Ну, да. Но это невозможно. Чтобы у меня здесь не выпало, Наталья. О, наношу этому одно повреждение. Ну, вот наносишь. Отбивался до последнего. Подожди, когда игра заканчивается? Ну, нашла ты мою базу. Я же еще атомную бомбу не взорвала. Базу разбомбила, по-моему, там все. Победа в игре. Как только игрок империи захватывает систему с базой повстанцев, то есть в этой системе есть имперские отряды и нет ни одного повстанческого, он немедленно побеждает. Сергей, ну, с какими потерями. Повстанцы нанесет сокрушительный удар, от которого невозможно отправиться. Ты видишь, как это все-таки, ты меня как разбомбил. Чего ты поперла сюда? Чуйка что-ли была, блин, эти? А здесь не было, да? Ты мне сказал, здесь ты не защищался совсем. Ты все время здесь копошился и перебивал мне. Ты сюда шел, ты сюда шел, ты не пускал, ты блокировал. Значит, я плохо блефую. Да, и я поняла, что что-то... Я же уже играла с тобой. Наталья, скажи, пожалуйста, как тебе игра, которая занимает шестое место по рейтингу Борд Гейм Гик? Ну, мне нравится. Я удивлен, что она тебе понравилась, кстати. Да, да, потому что я не люблю эти битвы, но здесь мне понравилось. Ты не очень хорошо знакома со вселенной «Звездных войн», но это никак не отражается на ней. Ну, мне нет, конечно. Несмотря на то, ты знаешь, когда я сыграл первые две партии, у меня было такое немножко страшновато к зареграбельности этой игры. Ну, просто надо было сыграть еще несколько партий, чтобы понять, насколько она потом превращается в шахмату. Когда игроки полностью знают цели, цели Альянса, когда я знаю твои карты, у нас идет прямо, ну... Ну, почти. Прямо до одного очка может быть разница. Это я просто и так немножко расслабился. Расслабился. Да и цель этого видео, в принципе, не показать какую-то суперигру, а показать вообще. Вот, летсплей, как она играется, правила немножко игры объяснить. Тут же видишь, вышли, что здесь ты не можешь быть. Вот, вышли. Правила достаточно сложные, придется и почитать, конечно. И не только сами правила, еще справочник такой толстенький. Толстенький, да. Очень много нюансов. Извините, конечно, если мы сделали какие-то ошибки в этой игре. Ну, если мелкие могут быть, да. Игра замечательна, как дуэлька. В этой игре еще есть очень много интересного, что нам еще стоит разведать и разыграть. Натали с тобой. И уже после четырех партий я насчет реиграбельности спокойен с этой игрой. Мне очень нравятся мои эти вот такие. Ты победила? Мне так нравятся они. Да. Большое тебе спасибо за игру. Я получил огромное удовольствие. Зрителям большое спасибо, что досмотрели до конца. Игрушка, она не маленькая. Жалко, не достроена. Это не вышло, да? В ту игру выходила. Да. Да, не достроена. Звезда смерти. Не захотела ты строить вторую. Да, это у тебя лоботрясно. А не вышла эта карта. В тот раз вышла, мне так нравилось. Ну что, Наталья, спасибо тебе за игру. Зрителям... Спасибо, дрался до последнего. Отважно. Да, спасибо зрителям, что досмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ловите нас с Натальей каждую неделю на просторах Ютуба. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...